Из-за ограничительных мер ряд кафе, ресторанов, торговых центров, фитнес-клубов временно приостановили свою деятельность. В связи с этим у них могут возникать ряд финансовых трудностей. Как же выжить в таких условиях и остаться на плаву? Все просто предприятия региона могут воспользоваться мерами господдержки. Одно из важных условий, чтобы принять участие в новой кредитной программе, по которой заемные средства и проценты попросту будут списаны, сохранить не меньше 90% сотрудников коллектива. Этот спортклуб в центре Ярославля в связи с пандемией не работает уже несколько месяцев. Соответственно, выручки нет, но здесь сохранили штат сотрудников на 100%. В условиях пандемии наше предприятие подпадает под меры господдержки, что позволяет нам сохранить коллектив, выплатить зарплаты, оплачивать коммунальные услуги. Готовимся мы к открытию все-таки, к скорому нашего клуба. С соблюдением всех санитарных мер. Какую сумму стоит выделить тому или иному предприятию, в департаменте инвестиций и промышленности считают по специальной формуле. Расчет идет МРОД плюс единый социальный налог, умноженный на 6 месяцев, умноженный на количество сотрудников. На 6 месяцев умножен, если получать в июне, то есть там на количество месяцев, оставшихся до 1 декабря. Чем интересно, что к 1 декабря предприниматель должен решить, может он выполнить условия по получению этого льготного кредита или не может. Если он может выполнить и сохранить там более 80 или более 90% своего состава, то соответственно ему либо полностью спишется этот кредит, будет оплачен за счет государства вместе с процентами, либо половина этого кредита вместе с процентами, зависит от того, сколько он людей сможет сохранить. Так, с начала июня в Ярославской области в рамках мер господдержки на получение таких кредитов поступило уже более 800 заявок. 150 из них одобрено, и предприниматели получили уже порядка 700 миллионов рублей. Также, напомним, работают уже существующие программы поддержки бизнеса. Продолжается выдача субсидий для предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. Выдачу осуществляет налоговая. Также продолжают выдаваться кредиты под 0% для выдачи сотрудникам зарплаты. Однако предпринимателям придется их возвращать. Предоставляются налоговые льготы, отсрочки, например, по подаче деклараций. До 1 июля продлили мораторий на проведение проверок и так далее. А что касается других новшеств, то на днях президент подписал закон, согласно которому обнулится часть налогов за второй квартал текущего года для определенного перечня предприятий. В том числе обнуляется единый налог на вмененный доход. Ольга Преснухина, Сергей Мазилов. День в событиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова